Но увидим, так, раш на базу Б. Ты вообще посмотри, что с пистолеткой происходит. Разменулись команды, Фейс Клан дают базу Б, при этом агрессивно пытались сыграть на подходах к базе А. А тем временем банальная аркада Б-пунта, и теперь у Фейс Клан, ну, по идее, очень сложное выбивание. О, ну тут, конечно, не без триксов, друзья. Тарик уже в девятке, уже слышит, уже слышит попытку выбивания, но не так минус на флай. Так, проверит ли Кио? Не-не-не, вряд ли, ну, хотя долго-долго, опять же. О, как посыпались, как посыпались. Ну, просто беда, в спине есть еще и ошибка Миксула, два в два ситуация, Рейн и Эллу. Это норвежский сюрприз, сейчас был норвежский сюрприз. Подожди. Вот это норвежский сюрприз, два в одного, два в одного, есть дефьюзы, это норвежский сюрприз. Это просто богоподобное выбивание от команды Фейс Клан. Ситуация Optifryberg. Optifryberg, походу, друзья, в перспективе нас ждет. Уж точно не Hazed Inside. Да, братва, а так, ну, наклевывался камбэк, но все же вот после таких раундов мораль оптиков должна окончательно просесть и вернуться в эту зарубу будет уже крайне сложно. Тут уже бомба в пятой точке, бэк. Бам-бам-бам-банула! Вот прямо сейчас это... Мне кажется, Фину Финочки принесли после 0.06. Подсобрался парень и, ну, совсем другого финского игрока. А что не пшеничный-то? А что не пшеничный-то? Мы видим, ну, Фин и Финочка. Ну, тут пшеничка. Пшеничка. Рейна развалил двоих под длиной. До этого забрал еще одного выходящего с подвала. В итоге на флай один против четверых. Ну, короче, здесь, по-моему, все ясно, понятно. Да, немного юморный КС ЛТВ спрашивает у оптиков тренер-девушка, что ли. Нет, это массажистка. Не без изюминки. Сюрприз там будет присутствовать в виде подсадки. Она, конечно же, да, проверяется, но... Опять же, ну, вот сразу проверить не дадут. Ну, с одной стороны, знаешь, по логике вещей, ты делал эту подсадку в прошлом раунде, и G2 могут сказать, да нет, два раунда подряд эта подсадка вряд ли будет исполнена. Ну, посмотрим. Будут ли чекать? Нет, не проверяют французы. Жутака отыгрывает просто великолепно. Три шикарных минуса. Готов забрать четвертого. Ой-ой-ой-ой-ой. Это та самая изюминка, друзья. Та самая изюминка, которая досталась, опять же, Жутака. Это безумно прекрасная позиция. Ну, естественно, приятный, близкий к спокойствию результат. Шокс закрепляет численное преимущество, забирая как раз-таки новичка команды СК. И ситуация 2 в 3. Ну, где-то мы уже это видели. Раундов так 5 назад. Наверное, сейчас развлекаться будет здесь Тату. Опять распалил свою позицию. Его тиммайт красный, поэтому здесь вариантов сыграть удобно крайне мало. Как же грамотно действуют бразильцы. Что это? Ну, Кеннис, по идее, должен забирать этот раунд. Один против Фера, у которого всего-то навсего 15% здоровья. Хорошие флешки. Пропускает Фера на плент, но времени не хватает, чтобы, ну, успеть, как минимум, разминировать эту бомбу. Ты умер, а для себя просто поставил галочку. Выбиваемо. Тем временем, три снайперские винтовки. В руках СК Гейминг. Вот это ошибка в стрельбе. Дали развернуться Фолину и сделать еще и минус. Ну, и тем не менее, Фолина забирает в коннекторе. Снова численное преимущество на тот раз на двух игроков. Правда, Фелпс, сыграв безумно агрессивно под базой Б, умудряется перехватить инициативу Колдзира. Еще увидел чувака в упоре. Какая имба просто. Вы видели? Вы видели, что он сделал? Он забирает типа за треком, видит в упоре, еще умудряется спастись по Молотову. Это какая-то невероятная магия из Бразилии. Дисциплина CSGO. Орешек пошел оббегать мейн, понял, что со спины нету. Так, заметь, не торопятся бразильцы. Да, да, они так всегда делают, заметь. Я замечу, что это очень... Хороший выбор от Орешка. Кеннис один против двоих. По идее, о позиции француза все ясно-понятно в бразильской команде. Но вот переиграть Кенниса не так уж и просто. Ой-ой-ой, ну тут, конечно, еще и бомба пищит, но Кеннис все-таки... Хоррор он подряд. Ситуация один против двоих. Кеннис... Здравствуйте, друзья! Всем привет, добрый вечер. Продолжаются финалы третьего сезона ИЦС. С команды в Лондоне мы транслируем все это дело из киевской студии SLTV. Ну и матч-дебют группы B Fnatic Cloud9. Очень любопытно сразу бросается в глаза соотношение логотипа и цвета команды сейчас. Ну, за счет того, что за сторону. Такой контраст. Это отвлеченные темы, пока пистолетка не начиналась. Сейчас же уже самокатка, выход на Аплент при этом очень динамичный. Минута 17 и бомба уже установлена. У JV очень такая интригующая позиция. Находит первого, находит второго. Но это, по-моему, изи выбивания. Да, Аутиматику здесь не позавидуешь. Он остается последним. У него все еще три оппонента. Позиция его известна. Но первый хэдшот влетает. Там еще двойка. И, в принципе, этот дым скорее сейчас поможет Аутиматику, чем помешает. Вы посмотрите, что происходит. Аутиматик пытается играть из-за дыма, забирает второго. Дальше мансует. Ой-ой-ой, рано мы похоронили Cloud9 в этом раунде. Да ладно, неужели Аутиматик спасет команду Cloud9? Фейк по дифьюзу. Кримс, Кримс погибает. Один в три вытаскивает Аутиматик. Вот это начало. Тиммейты применить не смогли. Решили все-таки сейчас закупаться. Фнатик без АВП будет действовать эта команда. Но вот Cloud9 почему-то каждый раунд просто выбегает в сотку. И никакого молотовых 5 хэшек надо в сотку давать. Что-то делать. Вот какой-то контр-раскид залетает. Это видно, конечно, по урону, который нанесен здесь по Cloud9. Включается, наконец-то, стрельба Денниса. Тот раскручивается на три минуса. Знает, где еще один. Берет Хьюз, добивает его. Вот это Деннис Эдман. Отличная игра. И, конечно, раунд для Фнатик. Не видели пока еще и самого Скадудла. Ну, кто кого застанет врасплох? По идее, должен Деннис. Удивляют. Кримс выходит по верхней. Да ладно, Скадудл. Проходной двор. Ну и все. Изи хэдшот по Скадудлу. Стюй остается последним. Авик подбирается Деннисом. Деннисом. Ну, тайминг у Стюй неплохой, в принципе. Ну что, может не отпустить? Нет, все-таки отпускает шведов. Видит. Ай, полсекунды видел. А вот теперь уже это взаимно. Увиденное пытается как-то Стюй здесь еще разыграть. Но, походу, нет, друзья. Походу, 10-8. Да ну ладно, еще не факт. Один в два можно взять. Ну, время тоже еще. Ну, киты есть. Давайте смотреть. Окей. Ну, тут парень с пистолетом вышел. Вот Деннис тоже не до конца правильно, наверное, отыграл для себя. Учитывая то, что Авик он подобрал. Фейк по Дефьюзу. Бомба прямо на Кринза. Опа! Она перестреливает. Ну, красиво. Ничего не скажешь. Успевает? Да. Вот так вот. 11-7 все-таки. Все! И он практически всегда получался. У Ликвид такого раунда пока нет. Они вроде бы что-то выигрывают, но где-то в средней стадии. Где-то как-то на разменах. Этого пока недостаточно, увы, для них. Так, Девайс, по-моему, появилась у него АВП, но буквально на считанные секунды, да. Николай Риц потерял снайперскую винтовку Дюпри. Рокирует его на роли снайпера и после этого пытается отойти назад. Вот это минус неплохо. Ивайш здесь уже загулял откровенно, без тиммейтов. Врыв на Кирбае. Тут тоже не справляется. Что сегодня с Кирбаем? Вот что любопытно. Не летит у молодого дарования, зато Дюпри. Сколько там троих уже убил. Вот это Дюпри. Так может ему АВП надо давать всегда? Вы посмотрите. Квадрокилл, Дюпри, Навики, Изи. В неловкой ситуации нужно разыгрывать. Ну, Алекс четко понимал, где находится испанский игрок. Ошибка от Раша. Раш, что с тобой происходит? 1-1-10. Он сливает просто плент, причем подчистую. Игроки защиты просто тупо могут не успеть перестроиться, чтобы не дать поставить бомбу. А это мега шансы для ребят из G2. Ну, вот как ты говорил, вышибала его друг вдвоем против парочки на флай Тарик. А как близки были оптики к взятию этого раунда? Прямо максимально близки. Вот микрописечки им не хватило здесь, чтобы все получилось. Но на флай готов драться. Сейвил всю половину. Пора выигрывать. И он это делает. Вот так вот, друзья. Это мана, которую он накопил за все сейвы. Винтовки. Два кольта. Одна UMP-шка. Ну, и попытка показать, что снайперы у французов очень даже хороши. Ну, Шок все равно очень аккуратно сыграл. Так, ну, понимает, наверное, что сейчас в упоре флешечка. Ой-ой-ой, по ноге. Что-то с Кеннисом не так. Ну, в упоре просто еще Микс Вилон открывается в самое не вовремя. Они ловят тайминг оба. Эдбекей в этот момент также забирает игрока на 20. И, ну, вот 3 в 5 на ровном месте. Оптик! Оптимист Гейминг, наверное, эта команда должна была называться. Они действительно на оптимизме продолжают действовать в меньшинстве. Так, ну. Сейчас будет топовый врыв на миддл. Хейзот неплохо ворвался. Кстати, UMP-шка Эмбекея, по ходу, вершит правосудие этого раунда. Квадрокилл от Натана. 146. Заставляют метаться между плентами сейчас дефенс только так. У Эмбекея могут быть проблемы. Вот сейчас Керриган точно сказал, что это 100% аплэнд. И, если честно, тут еще могут и принять. Три игрока, пятерых, плюс потом в спине появится Керриган. Ну, посмотрим. Нико. Отлично. Оу, а что там раздал Аллу? Двоих прострелом убил? Да, что раздал Апекс, минус 3. И все, Керриган остается один. Ого. А ну-ка, нужен реплей после этого раунда. Надо два реплея. И от Фина. И от Апекса, да. Ну, Апекс красавчик. Просто сразу же расставили три игрока на точке. Просто зашел парень и все. А раунд уже, казалось, забрали фейс. Ну, есть еще Керриган. Капитанский клач. По нему нет инфы. Неплохо. Так, ну бомба по длину. Ай, не прочитал. Да ладно, ну Апекс! Апекс! Это просто жесть! А как Керриган втащил! У нас весь раунд один сплошной хайлайт. Жесть! Команды. Конечно, читают друг друга. Отличная аркада. Апекс выравнивает шансы. Ну, атака уже на точке. Ба! Вот это да! Вот этот хороший минус сейчас граффити. НБК забирает Керригана. Казалось, все, НБК нету. Граффити баннер срезан. Ну, посмотрим. Бомба потихонечку подтягивается. Кенис. Тут уже АВП. Смотрит выход шарта. 11 хп. Аллу. Хороший минус. Знает, что на граффити есть игрок. Вот его и забирает легко Аллу. Там непонятно, почему так широко вышел игрок. Почему он туда не ушел? Что с диффенсом? Почему все по одному умирают? Почему они рассыпаются? Непонятно. Есть минус от Апекса и ситуация один на один. Не знаю, по-моему... Вот теперь видел. Но что ты сделаешь против этого? Нико. Боснеец снова спасает свою команду. Порядка 30 секунд мы видим. Выдерживают холда. Ждут ошибок. Так, все проверяют. Вот апдаун как раз по нему нету информации. Боконок не выпадают. Да, и вот у Налу. Принес калаш для Шахса. Вот здесь там могут быть проблемы. Пошел Молотов моментально на эту позицию. Апек спину не убивает. А как нужен был этот фраг? Кенис. У-у-у-у-у-у-у. Все, над головой просвистел игрока атаки. Апек забирает Нико. И 2 в 3 в меньшинстве фейзы. Есть шанс у G2 сейчас забрать такой важный раунд для себя. Выбить деньги из фейс. Была инфа по Шексу. Видимо его там пытаются найти. Но Шокс очень грамотно занял точку. Керриган. Последний. Четкий минус от Шакса. Но Керриган капитан. Не отдам. Или отдам все-таки. Да, Шокс. Важнейший минус. Все хорошо, что сейчас мы им покажем. А будет ли это вот на форсе, либо на первом оружейном, мы с вами и посмотрим. Такой амбициозный закуп у G2 как-то. Калаши, Галильчик, Маки. Кио попадает по Шаксу. Тут не залетел хэдшот, залетел бы хотя бы один патрон, одна пулька. Провалился немного Кио. Нико пытается исправить ситуацию. Удается. Ого, это уже очень круто. Что ты вытворяешь, Ковач? Успокойся. И третьего должен был, казалось, забрать. Но это делает Керриган. Четыре против одного Шокса. Что произошло? Шокс. Палил свою позицию. Там уже дефьюз-бомбы. Десять секунд. А тут дым. Надо выбегать. Это ГГшечка. Но у нас трейфе. И тут еще один дым. Три, два, один. А он не слышал дефьюз. Это просто разрыв. Форс-разрыв. Конечно, заявление такое, да. Вероятно. Ну и вот. Сплит А. При этом на первом тайминге. Со стороны Ликвид. Уже есть энтрим по GDM. Еще не успел приземлиться дым. А уже упал GDM. А головы приземляются раньше. Дюпри. Хедшот по Станисову. Красиво идет. Нитров все-таки разменивает по девайсу. Три, четыре. Пробегают дальше. Понимаю, что тут много оппонентов. Новая вышка в планете. Вот как против этого бороться? Очень много оппозиций. Все надо перестреливать. И как-то у Лайджи это получается делать более-менее. Но нужен квадро. Очень нужно сделать квадро. У Кербая, кстати, уже три минуса. Бомба-то осталась у американцев. Видимо, кто-то квадро-то сделает здесь. Ну, или GZIPNX застилит этот фраг. Патронов много еще в Глоке. Можно манцеваться до бесконечности. Можно выманивать патроны из Юспов. Там их поменьше. И потом убить безоружных оппонентов. Вот и минус GZIPNX 1 на 1. По трипл-киллу у каждого. И кто же окажется все-таки героем пистолетки? Кирбай или Элайдж? Ну, 40 секунд. Кирбай за плентом. Опа! Контакт. Ну, по идее, Юсп такой дистанции должен закрывать. Элайдж понимает, что нужно убегать. 35 секунд. Ну, можно разводить. Можно возвращаться. Как угодно играть. И, по-моему, Кирбай прочитал действия своего соперника. Лучше оставаться в коннекторе, на самом деле, в таком раунде. Опа! Да ладно, не попал! Да ладно! И вот что раунд все-таки выиграл. Вот и квадро-кью. Ну, вот и четвертый знаменательный раунд. Дюпри на своей любимой позиции. Стоп-кадр Хаешки перед лицом Дюпри. Следующий слайд. Отлично. Ой, а как-то слайд этот чередуется. И у нас уже из 2 в 5 все превращается в 2 в 3. И бомба прошла. Что, за ДДОС или команду Ликвид в этот момент? Бомба прошла. Игроки защиты битые. GDM бежит с авиком через мидл. Не мобильный девайс. Как это, черт возьми, произошло? Вот почему именно это мы пропустили? Ну, несправедливо же. Ох, какой-то... Чекаешь у тебя в центре GDM. Просто, вот куда он? GDM-то точно свой? Скажи пароль. Ну, непонятно. Ладно, Дюпри. Кто б сомневался. Два хэдшота заходят. Так, есть первый. А второй? А второй пока не хэдшот, но бьет неплохо. Здесь Дюпри. И все-таки есть же минус по голове. Датчане выигрывают 2 в 5. И вот после этого... Минусы в его исполнении. Zipnix. Хорошая флешка, но твист вышел с блайна раньше. Он уже с префайером выходит на этот балкон. И все равно не получается. Очень странно, да. Здесь Танисова в пункте. Один минус. Размен есть. Но пески. Про них инфа должна быть. Ну, вот 2 в 4 сейчас возьмут. Да. Так оно и будет по ходу дела. Нитро GDM. 2 в 2. Бомбу не спешат ставить здесь Датчане. Возможно, зря. GDM. Снова этот тавик. Его бы поменять. Позиция Кирбая невероятно классная здесь. Ну, тут Нитро тоже такой скользкий эпизод. Через ковры идет. Ну, видит вообще оппонента. А, увидит. Кэтшот залетит. Бам. Но все-таки Нитро дает минус. Дивайс свопает АВП на UMP. Вылетает. Нави. Как же на уверенности действует. А тут дым помогает Николаю еще пожить. Можно потянуть резину. Заметил оппонента. Уходит за искру. На лагу, на лагу, на лагу 2 в 4. Сначала 2 в 5. Потом 2 в 4. Какие же богоподобные эти Датчане. Что они делают на воле к победе? Николай подрастерялся в этом моменте. Ну, нет. Действительно, воодушевляющее начало для фейс-клан. То есть, такая качельная волевая борьба продолжается. И все хорошо у них теперь с деньгами. Нужно набирать серию. Ну, и попытаются Клоу. Да, в очередной раз вскрывать точку Б. Первый, второй минус. Ну, не идет же в этом направлении. Нико все еще живет. Видит одного, видит второго. Это просто расстрел. Кио, квадрокилл. Видимо, все-таки будут с раскидом в среднем тайминге пытаться штурмом взять базу А. Тут, как мы видим, двойка. Хелпа в лице Нико, по идее, успеет. Неплохая граната. Двоих по коцелустью и 40 кп Рейна. Тут могут и не прочекать. Максимально банальная позиция. В принципе, может сейчас Рейн. А кто его должен чекать? Его никто и не чекает. Оставится бомба на внешнюю. И как бы единственная жертва это бомб-кэрриер. Нет, и этого не будет. Минус Рейн. Вот это жестко. Скаду удал. Стрельбы не хватило. Но Нико исправляет ошибку. Ситуация 4 в 3. Можно попытаться даже подергать Блэнд. Нико. Отличное попадание в яму. Ну что, Стюи? Надо не палиться. От атаки осталось полтора человека по состоянию здоровья. Отличная позиция, конечно, была. Но минус он и Стюи остается. Один. В один. Уже время. Уверенности выходит. Задавил гашеточку. И не может получиться здесь. А это алу. Нет, вскрыли. Ну, снафиг. Первая позиция на реализацию уже отсекается. Стюит окей. Хороший тайминг. Но не хватает. Демед же слишком долго убивал Нико. Хватает, но поздно. Попади он сразу в голову. В принципе, мог бы переключаться на второго. Но здесь хорошее исполнение от Шрауда. Как всегда, Зиглом пошел на вычисление. Бессмысленно было бы здесь, наверное, сейвить. Армора нет. Пытается Шрауд. Еще одна голова прострелом. Попытка затеряться в СМК. Каутиматик. Заметил соперника. Голова. Два в одного. На разыгровке. Один-единственный калаш у Керригана. Инфа спалена. Авик. Ваншотный. Выход на пиксель. Стрельба. Не удается. Тащит. Керриган отквитался за предыдущие микроошибки в первой половине цели. Валиться. Какой-то жесткости нет сейчас в действиях Астралис. Бояться выходить в размен. Ну, такая пошаговая стратегия пока больше, чем Counter-Strike. То есть, ходы делаются поочередно. Минус от СК. Разменчик. Минус еще от СК. И, ну, не похоже на эту, какую-то перестрелку и войну действительно в пунктах. Снова раунд закончится у нас по таймеру. Девайс пытается все-таки пройти через длину. Кстати, неплохо. Забыли вообще про эту позицию. Фелбс находился боком. Пытаются понять, где стоит второй. Нащупали за фура его. Четкая голова. И теперь уже равноценная по живым составам. Причем врыв расинхронный, абсолютно нелогичный и ненужный отразильцев. Да не лагай же ты. Одно хп у Тако. Тако залагал Девайса. Одно хп, действительно. И Дюпри практически ничего не угрожает в этом раунде. Уходит он за зеленый. Кроме хэдшота. Ну, хэдшота пока не предвидится. Переключается на юзк. Но нет. Все-таки датчане этот раунд выиграли с Девайс. Кстати, никто с длины не напрягает Девайса. Он очень хладнокровно перестраивается на очередной выстрел. Ну, атака просто смещается под Б. Стенка из смоков. Действительно отрезают контакт, видимость и уходят. Повесив эту шторку, перетягивают. Ну, пользуются мобильностью. Коннектор не занят. Никаких поджимных позиций у датчан не было. Поэтому могут себе позволить и в четвером выйти под Б. Очень многое, наверное, или все зависит от Дюпри в первом стыке. Тиммейты пока не торопятся. С точки А перетягиваются. Инфа полетела. Это уже нужно делать. Но Дюпри не доработал. А вот Девайс включился в эту перестрелку. Плюс Глэйв. Два в три. Тяжелейший клач для команды СК. Оба битые. Но это колдзер и фоллэн. Эти парни могут. Дуэль. Один в один. К Сайпикс. Последние два фрага в этом раунде. И даже до постановки бомбы дело не дошло. Наши аналитики. Ты об этом говорил. Что дефенс у Фейс сегодня шел не очень. Ну вот и посмотрим. Пистолетный раунд здесь решит многое. Действительно, СК гейминг. Он скорее необходим. Против такой команды, как Фейс Клан. Понимая это, Фейр решил давить господина Николу Ковача до конца. При этом на размен под Аллу никто не открывается. Бомба уже устанавливается. Выбивание этой бомбы в меньшинстве. Еще и с красным игроком из Финляндии. Серьезные проблемы. Ну что, Рейн уже находится на КТ-спауне. Неплохой дамаг по колдзере. Залетает. Керриган. Показывает свое присутствие в ледер-руме. Но пока очень дальние точки у Фейс. И загнать их не выходит. Но за исключением Рейна. Тот уже на пуинте. Пытается собрать инфу и пикнуть кого-то в яме. И сейчас пикнет. Действительно, самое главное выиграть перестрелку. Рейн с такими справляется, как с масляными. И вот они. Плюсовые, казалось бы, перестрелки. Но так и пикает Рейна. Фейр перекрывает Киашиму. В джангли последним отдается Керриган. Также Фернандо. Уже понял, что выходят они на укрепленную точку. И что-то с этим надо делать. Обратите внимание на Фейра. Ну, ладно. Обсерверы отличного турнира ЕЦС не обратили внимания. На Ферра, который зашел в спину, сделал трипл килл. Рейн разносит Ферра и Фелпс в ответ со своего тэк-9. Ну, и появляется даже небольшой просвет надежды в данном случае. Ну, кстати, любопытно. Еще раунд может получиться. Все-таки там два авика. Девайсы поднимаются. Арморы есть. И подобное разыграть, наверное, по силам для фейсклан. Керриган Рейн. Любопытно. Дуэт у нас. Рейн находит где-то и минус по таку. Вот это серьезная беда. Здесь пока что еще прячется один игрок защиты. Но его замечает Рейн. Как же он хорош. Уже квадроки от Рейна. Буквально на его плечах раунд вывозится. Если только Фоллэн не подарит нам красочный эпизод в ответ. Ох, как будет тяжело. С одной-то флешкой справиться с чем-то подобным. Но Фоллэн... Не был бы Фоллэном, если бы не мог время от времени разруливать подобные ситуации. Давайте смотреть. Какой-нибудь... Ноу-зум. Сейчас нет. Керриган играет на опережение. Встал в путь. Да, особенно в защите на пистолетках. Это очень важно. СК Гейминг разыгрывают пистолетку. Четыре ковры. Для Киашима это явно сюрприз. Он попытался поимить. Но расстояние далекое. Ну, а Киашима не бок. На половину. Видели эту позиционку? Как играли здесь в фейсклан? Очень любопытные точки занимали. Двойные респауни практически стояли. Киашима все-таки находит один минус для себя. Но Фоллэн на полтора вырубает Нику. Из-за этого один из игроков выбивающих погибает. Что, неужели сразу три через зелень побегут? Колдзера не справляются против Рейна. Но здесь тяжело было справиться. Прилетела сразу с первой. Сам-то Колдзера Рейну нанес дамага. Но здесь и Керриган, и Киашима выигрывают свои перестрелки. Фоллэн остается 1-2. Бомба под него. Киты у команды фейсклана есть. Это самое главное. Один дефьюзер, второй прикрывает. Однако прекратили. Зачем, братан? Зачем? Времени столько потери на Фоллэн должен пикать по голове. Тем не менее, бомб has been defused. Это действительно случилось за долю секунды до того, как Фоллэн разнес две кабины.